Света запрещать героя Очередь сил тьмы запрещать героя Чуски и команда WinStrike против Немига Гейминг будут воевать в этом Best of 3 Да, всем привет, на ваших экранах уже пика баны Первая стадия пиков и банов прошли В самом разгаре вторая стадия банов Из пиков, честно, чего-то такого прям необычного нет Ну, Enchantress, Tini, Tasky, V8P Enchantress не в бане, а PogChamp Да, Pog, Pog, Pog Будем смотреть, что они с ней сделают Да, ну, потому что не упускали ее очень долго, вчера и позавчера Все ее банят и банят Ну, посмотрим, действительно, знаешь, бывает такое, что банит героя, банит А потом он выходит из бана И толку вот этого мало Ладно, пусть дальше банят, кажется Да, пусть лучше дальше банят, реально Бывает, бывает Тускарчик вот тоже залетел для команды Немига Может быть, неплохо что-нибудь попридумывать на старте Опять же, тактим Потыкать кого-нибудь Взять еще каких-нибудь Себя Рейнджовых героев И поехали Ну, тот же Фурион с пеньками неплохо вначале работает Ну, если получится Как-то на месте держать противника Или подойти к нему вплотную То Фурион Не отпустит Я думаю, тут же Энчантрас или Тини У Тини 0 армора У Энчантрас, я думаю, тоже не очень много Ну, армора 2, наверное И с руки они могут неплохо так навалять Бестмастер в бан отправили Немига И пик за ними Ну, это да Здесь можно Опять же Отхватить проблем От такого старта Ну, по банам Здесь Разве что Пангольер, наверное В первую фазу внезапно Решил А против Немиги всегда Всегда банят Пангольера Не хотят Не хотят Вообще, Феникс во второй стадии появляется Вот это Вот это здравствуйте Ну, так сказать Фаерни в бане Могут ее на тройку взять Могут Тини заспредить Опять-таки В любую из позиций По желанию Поэтому В принципе Могут Отведить Если захотят Могут Необязательно на тройку Да Вариант Вариант Будем смотреть, что Винстраги нам придумали Вчера вот они Посражались с командой OG Опыта у них много Угу Интересного Ну и посмотрим Как они его здесь Придемонстрируют Что заготовили Ну, вообще Тини Ну, вообще Тини Тини там можно переобуть Ну, в смысле С четверки Там На core позицию Действительно взять Snapfire Не так она плоха В принципе Против этих героев Считай там И из шардов Можно если что Печенькой выпрыгнуть Ну и яйцо разбивать В том числе Но появляется Ember Spirit Для Винстрайка Ну, понимают Что еще как бы успеют Если что Пикнуть Контр Феникса Какого-нибудь А дальше еще можно Вот Ember Разобрать себе В копилочку Опять война спиритов Начнется Здесь кстати Войда спирита Могут в другую позицию Поставить Постараться Ну, посмотрим Что сделают Зачем зону На нем играет Такая длиннее Хотя, конечно Привычная позиция Это центральная Тем не менее Появляется Morphling Не стали всяких Snapfire брать Ой, Snapfire Им-то не надо Snapfire И все нормально Вот Morph Тоже у нас Может и в мид Может и в легкую Как пожелают Ну, Morph'у здесь Приятно превращаться Как в Ember Так и в тине У них Хорошие прокасты Есть контроль В принципе Контроля точечного У Немиги Пока что не особо Это Ну, Войтспирит Со своим ремном Там, но им еще попасть Нужно Либо в U Поднимать противника Таск тоже Шарды Пока докатишься Есть Валрус Панч Но это тоже нужно прям Плотную подходить Поэтому, может быть И не так плохо Если Morphling Будет превращаться в Ember Или в тине И давать дополнительный контроль Своей команде Скоро увидим Что из этого всего получится Действительно Последним пиком Надо бы как-то это Все подзакрыть Потому что, опять-таки Негарантированный контроль Он, соответственно Негарантированный Поэтому Есть время для каких-то ответок Есть время Винстрайк Будет контрмеры принять Поэтому Будет не из-за легких задач И Забирает Акса Тройка Так понимаю Здесь выступает Именно он Решили, что и так Разберутся Без проблем Совсем Чтобы им мешаться В этом вопросе Ну или всегда могут Где-то на ласпик Попробовать взять Тюрсу какого-нибудь Какой вариант Внезапный может иметь Или клинкса Поехали Ну позавчера, если помнишь Винстрайк брали уже Акса Сложную Против Team Generation Они играли Видимо вот Зашел им этот персонаж Но там он очень хорошо был Ну Хорошо смотрелся Потому что было много Не много А одни милишные коры Здесь же Ну видимо Марфаны перекачки ловить будут И убивать Попробуют Попробуют Как минимум Все таки есть еще момент Что нужно будет врываться Может какой-то сноубол там Возьмут Кого-то с собой На этой Позиции подловят И Не отпустят Банится инвокер Все так же спокойно По этим позициям Думают что да Может все таки пойдет в легкую Закрывает центр Ну а что не мига Им по идее нужно керри героев Да банить По логике Если конечно эмберу в легкую Внезапно не захотят Поставить команду Винстрайк Такой вариант тоже может Внезапно Появиться Ну тут майндгеймы С одной и с другой стороны То есть Точно все равно Не угадаешь Кто куда Нужно просто Забанить персонажей Против которых Тебе будет неприятно играть И вот Рикки Мару Собственно один из них Против Рикки да Действительно Неприятно играть Особенно на таких Персонажах Которые с эскейпом Но под Сайленсом Они никуда Не могут уйти Это верно Ну и что Винстрайк Кого не хотим увидеть Шторма может закрыть Она что-то Она всякий Два спирита уже есть Третий 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 пока не в банях Можно и про него вспомнить Ну шторма тут в принципе Есть о чем ловить Это и Ну и у Тини есть Проказ Ну Марса банят пока что То есть они решили И так И так забанить Ну Марс и в мид может пойти Между прочим Так что Он В любом случае Не до конца Могут быть уверены В этом воинспирице Опять таки он Может Может засплититься Мортлинг Может засплититься Все могут засплититься При желании Феникс может внезапно Тройку сыграть Вообще Допикует саппорта Какого нибудь и поехали Так что Ждем с решением Тут у Немига есть Минута 45 Они Могут Основательно подумать Подбанить И потом еще и Подластпикать Им хватает Винстрайк 25 секунд Им придется прямо сейчас Уже решать Что делать Против этого бана Какого еще Здесь можно закрыть Какой нибудь Джиггернаута На всякий случай Подрезать Попробовать Но винстрайкам Нужен тот Кто яйцо будет быстро разбивать Пока что банить Саркварден А винстрайк Уже наготове Фуриона брать Вот так Недолго думая Появляется Фурион Для винстрайка Они прям Ну они же вообще Ни секунды не потратили На размышления Они сразу взяли Фуриона Настолько в нем уверены Видимо договорились До этого Как-то уже По ходу обсуждений Забанили Арквардена Соответственно Фурион Оставался совершенно спокойно Открытым Да и не думаю Что здесь Фуриона Кто-то внезапно решил забанить На стороне команды Немига Это Не самая привычная позиция Либо в начале Где-то закрывают первую фазу Либо В этом уже не вспоминают Ну ладно Фурион так Фурион Интересно что будет по линиям Как-то Немножко могут быть Проблемы С таким набором героев Команды винстрайк На мой взгляд Против морфинга Против войд спирита Опять-таки Ну Фурион может собрать Конечно же орч В довесок там И уже Развлекать Соперников Ну и ласпик Кто остался Ну то да Мы Угадать Сложное Я думаю Считывая любого Давай Бруда Бруда Ну нет Конечно нет Но мне кажется Все таки они планируют Войд спирита в тройку Вот Ну потому что чтобы А тогда Эмбер будет там стоять В общем Тут такой вот момент Они должны Одну линию получается Отдавать Мне кажется сейчас и рассуждают Вот на какую линию Пойдет именно Войд спирит Потому что морф Наверное они уже определились Что в легкую пойдет В принципе не так сложно Против акса стоять Эмм Кого они могут взять Здесь Ну из самого простого Квопа наверное А ДК снова Вспоминают Драгонна это добра И это еще и кстати Хардлейн ДК Да это все таки Хардлейн Сильное заявление Интересно будет за этим Понаблюдать Видели мы Медового ДК На этом турнире Появлялся И проиграл эту игру Так что Пока Винрейт Не самый высокий Ну и что ТТК забирает Морфлинга Лодин на Фениксе Айнкрат На Войт Спирите И Астрал Будет на Тускаре Команды Немига Гейминг Винстрайк Тим Рейбл Нейчерс Профит ДК Фогас На Аксе Агрессив Чайлд Эмбер Спирит На Тине И Дукалис На Энчантрыс Будет саппортить Такая команда Получается Такой набор персонажей Ну вот Так вот посмотришь По пикам Мне вот Если честно у Немиги Чуть побольше пик нравится Хотя У Винстрайк Могут Могут Сильное Я думаю Я думаю Больше Мое мнение Ну что ж Посмотрим Посмотрим Могут 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 Пошло Могут Подтягивается Пробивать Противника Крипов Чуть Поудобней Добивать Закончилось Для него благополучно Второй фраг И неплохо стоят Сейчас еще крипчиков Отведут И фогасу вообще Сказка Хеликс работал Моментально Минус 2 И поехали Тем временем ТТК Морфлинг От третьего с половиной Левела Тоже чувствовал себя прекрасно 14 на 5 Его вообще не трогали И он спокойно В общем-то фармит Не обращая внимания На то что там происходит У него в лесу Ну феникс подрезали Бывает Главное что сам живой И крипчик и есть Ну это в принципе Задача саппорта Отвлекать Вражеских героев От Внимания на себя Он на боте все таки оставил Погибает Один раз его уже пробили На Там у него мало здоровья Оставалось Он фласко отпился Но вернулся на линию Почти удалось Забрать Забрать агрессив чайлда Но Он все таки выживает На 150 хп Сейчас восстановит здоровье По-моему еще в курьере Себе что-то везет Наверное там фласка А ботал Он ботал себе везет Легкую вот так Будет на баунти руне На баунти рунах Наполнять этот ботал Восстанавливать здоровье Ну на этой линии Нужно ему сейчас Поосторожней быть Потому что астрал вернулся Но он только первого левела В этом конечно проблема Ну это да Вот Вон можно пару тылочков кинуть Поэтому Может быть болезненно Поэтому ждем Вот второй Но приехал снова Это гарпия Это не та гарпия Без молний Но тем не менее Наплевывает потихоньку Он 32 плюс 10 И ботал прилетел И прилетел Так же вместе с боталом Ямич в этот момент И готовы нападать Замедление Синчейнс Симпетус Тос И до свидания Чё Узнану Летает на телепорцию Решил не ввязываться Опять таки Ребята разбирайтесь Тут без меня На верхней тоже Небольшая стычка Произошла Фогас на 200 хп Уходит от фокуса Со стороны Феникса Ну Битва Не за баунтиру Мы просто так подрались Через минуту Будут возможно еще за баунти воевать А там у Акса Уже Кольцо Тараски есть Он спокойно стоит под вышкой Танго съел Плюс 18 хп Ничего не боится Ну вообще забавно Вот с этим кольцом Раньше его Оно подешевле Когда было Его же прям На первые деньги Покупали сразу Без всего вообще Потому что Оно было очень сильным Ну ты считай И хп имеешь дополнительное И по-моему у него еще И ригена было больше То есть ты практически Как под там гусом Стоишь всегда Это было Была забавная мета Но очень быстро Ее понерфили К счастью Да Ну вообще да Реально к счастью Потому что это было Слишком УП Некоторые вещи Пока остаются Тем не менее Ну ждем Ждем Что там нас дальше Занесет баунтиру Драться В итоге не остались Феникс спокойно забирает первую И Карлс Дайв есть И вторую заберет Третью Досталось все таки для Тини Ямич там успел где-то просочиться И на нижней линии Видимо таки забрал Одну для своей команды В результате хотя бы так Один в три По баунтосам Разменялись Да Там ямич зашел на тройку Рядом стоял Айнкрат Он просто его кинул на Эншентов И спокойно забрал Баунтируну На эту дам Ну хоть одну забрал Уже неплохо Потому что Там Феникс на топе Очень хорошо Сыграл Правда сейчас погибнет ДК Фогас Делает еще один праг У него 2-0-0 счет И вообще 2000 преимущества За винстрайк Пока что они Пока что все у них неплохо Действительно Бодро работают Фогас в соло Притом даже без ультимейт Он справляется с Фениксом Получается здорово Но Феникс возвращается Телепорт Также бы Фениксу левел Пополучать Второй только вот Третий немножко не докачан Но с другой стороны Есть Тинни Которого примерно та же ситуация Он даже меньше опыта Бегал по линиям Туда-сюда У Скара тоже второй Никак не могут добраться До своих позиций Ну и Энчел Энчел третий Практически четвертый Водит крипов Подрезали медведем Ну здравствуйте С Кентавром Поздоровайтесь С фоловым С манной Наготове На стан выдавать И Астрал улетает В итоге Отсюда с этой линии Попробует возможно Фогаса наказать Нужно Нужно с ним что-то делать На самом-то деле Потому что он очень нагло Себе ведет И фармит и крипов И Ну и Лейн крипов И лесных крипов Вот наконец-то Астрал Может остаться без крылышек Поэтому Отступает И вообще Лоу-лоу хп Троих перетянули А вот Драгонайт Похоже не выживает Там Поехали Импитус уже вылетел И в четвером таки Спящение от Рейбла Получилось Очень даже бодренько Тоже Вот Встрять Ну и что Катапульта есть НТ есть Крип есть Тайдин падает Без проблем Тут дальше Делается возвращение Обратно в центральную И верхнюю линию Фогас с базы Рейбл с нижней линией Тут Ловушка небольшая Готовится Возможно Попробует таки Фуриона как-то наказать Но нет Возвращается обратно И Астрал уходит опять-таки На верхнюю линию И попробует возможно Опять Наказать Акса Ну Акс по-моему Не чувствует Все равно Никакого давления Со стороны Думает что он бессмертен Но такое бывает На таких знаешь плотных героях Ты играешь И думаешь что Особенно на Аксе Ну что вы мне сделаете Я еще раскручусь Всех убью Но на самом деле В итоге Тяжело пока что Одному вытончить Весь этот урон Учитывая что Еще очень много Магического дэмэджа Я меч кстати Нашел сейчас хасту На верхней руне Попробует На Айнкрада напасть Дукалис Также здесь Гарпия штормовая Летит вперед Танчит башню Но Айнкрад Спрятался в деревьях Здесь еще Астрал рядом Остановил здоровье Ну я мечтался Ему Лишь бы кого-нибудь тоснуть Тоснул Астрал И кстати неплохо Так Астрал получает По лицу Айнкрад Тем не менее Хватает на 1 Астрал степ И успевает И успевает уйти Айнкрад Айнкрад С помощью диссимилейта Найдут Возможно Акса Но Решили что Акс их не устраивает Либо Думают что Акс где-то в своих лесах В чужих лесах Не знаю Пытались найти Вот сейчас на линии его заметили И должны Выдвигаться уже в этом направлении Еще и десятая минута Сейчас под баунтиру Но решили сами подождать Да зачем куда-то идти Если сам придет Сам придет Ну и быстренько подрезали Но поддержка вроде есть Рядом Пытается помочь как-то Агрессив Чайлд Проблемы небольшие У Войтспирта он спокойно уходит На ХГ А вот Эмбер уже справится С Войдом С Войдом С морфингом Не смог Войд то ушел практически сразу Вот Атакая Атакая Стоял И дальше подрезал Урон у него хватает 160 срученьки Как бы там Эмберу мало не покажется Ну морф сейчас перекачан Был достаточно сильно В ловкость И в принципе Вот на такой минуте У него очень много урона Если посмотреть Да у Эмбер спирита У Эмбер спирита 77 урона с руки У морфа 157 160 Разница Ощутимая В миду в это время Цепили Рейбла Довольно просто С ним справились На самом деле Нагло он здесь стоял Учитывая что эскейпа У него никакого нет Телепорт Необязательный Тебя спасет Учитывая что Есть все-таки контроль На нижней линии В это время Пообщались с Драгонмайтом О которого вроде как Немножко позабыли Отпустили его Но нет Вернулись обратно И по-прежнему Продолжили Разбираться В результате Фога забирает себе фраг Выдвигается в сторону Четырехтысячной Творца И вот Драгонмайт Затерялся Немножко Три с половиной у него есть Да вроде бы два брейсера ПТ на силу Но вышку вроде как Не пропушил особо И тоже Не подзаработал На этой линии Ничего такого Прям что помогло ему В дальнейшем Но будем смотреть Еще в принципе Дракон Пригодится Стал у него приятно Очень Влавливать кого-то В драке Но вот Бриндаггер БКБ И там посмотрим Ну это такой Пик силы Скажем так Первый Драгоннайт Когда вот у него появляется Блинк БКБ Потому что в форме дракона Он прыгает вперед Дает стан И Нажимает БКБ И ты не знаешь что делать В БКБ Контроля нету Виндстрайк И Против БКБ Будет тяжело Драться Тоже верно Но Но мне кажется Здесь у Виндстрайк Немного другая Стратегия на игру Не драться лоб В лоб А вот так вот Ходить и пушить башни И за счет этого Набирать преимущество Но в свою очередь Немига Сократили разрыв По Галде И вообще мы видим Что Мор в первую строчку Сейчас занимает по нетворсам Ээээээм Это достойно Скажем так Вроде бы готовы подраться А когда собрались вместе Под Смоками бежали Очень вверения В сторону Т1 вышки Но в результате Оставили эту идею Задержались на хайграунде И разошлись кто куда по своим делам Пеникс ушел на линию Морф остался похоронить нейтралов Войтспирит тоже вроде тут потихоньку подключается На этих фармах Фармит Юл Хочется очень сильно, чтобы дожить Большую часть у него врывов всевозможных Это будет гораздо-гораздо проще The chosen one Я так понимаю, он сейчас что-то везет А, он тебе просто везет нейтральный артефакт Там метелка выпала вроде Ждут в итоге блинбагера на Драгонайте А там посмотрим Не, ну немиге торопиться пока что некуда На самом деле То есть вот винстрайкам как раз таки Мне интересно, какие сейчас они будут действия предпринимать Потому что я вижу, что Оркит появился У Рейбла Хочет выйти далее в БКБ Нажимает ультимейт БКД Эмбер Спирит Спирит Весел практически уже имеет Без 400 золота Ну Акс Акс хочет блинк Видимо вот тоже ждут Обе команды ждут просто блинки на своих оффлейнерах Это да ДК Фогуса соточка Появление этих блинков действительно может стать серьезным перевесом Такого-то Лакса он уже появился 2 250 в наличии А там еще дожидаться придется какое-то время Драгонайт пока только 1200 Весь всем Лагают пакеты Винстрайк Пакеты лагают Да Неприятно Идется терпеть Ну и смотрим, будет ли что Фурион сейчас сделать по изи Хотелось бы Кита опять же вылаз Кто-то под смоками Врывается, Фурион прилетает, Оркит накидывает И быстренько вылавливает какой-нибудь Войт Спирита Сейчас он вполне себе приятная цель, пока у него еще нет самого Иула Но вот ждет Но вообще им нужно убить хотя бы разочек Как морфинга до появления Монты Так и Войт Спирита до появления Иула На Войт Спирита тут буквально осталось 700 золота Даже меньше, да, 650 Будет уже этот Иул И его вот за этот Оркит уже не убьешь Ну только за контроль В принципе-то Войт Спирит 1300 хп Но учитывая сколько есть различного урона Войт Страйк в соло с ним-то они справятся Но Мы еще пока что не видели ультимейтов-то особо Потому что драки проходили в основном до 6-х левелов саппортов И вот сейчас будет интересно посмотреть Появилось яйцо Формы тоже вот в тимфайте еще не было Вот с появлением вот этих скиллов Драка немного все-таки поменяется Это да, может стать небольшой проблемой То есть с одной стороны у нас как бы Супернова Там да, Валрус Панч С другой стороны Антачи был игровый Ты такой смотришь как бы Ну ребят, я могу в принципе драться уже с 4-м левелом Ну да Поэтому здесь такое Ну зато у Тини уже 4-3 По Эвелу Нечтосу Весьма такой серьезный проказ может прилететь Если Тини в кого-то в одного вгрызется Там Феникс где-то зазевается Не успеет поражать Поэтому могут быть проблемы Так что ждем возвращения Ну сейчас у нас проблема одна Это пауза О И походу она сейчас решится Отлично Пакеты разлагали Можно продолжать Возможно выходы в мид Заметили там Драгон Найта Но захотят ли с ним воевать В принципе пока он не столь опасный, мощный Но предпочитают все же пофармить Понимаю Эмир ходит на нижнюю линию Добирает свой бессл Чтобы дальше было поспокойнее В тех самых тимфайтах Фурион Ну Фурион спокойно фармит БКБ На что не отвлекается Больше всего ему и нечего здесь делать А вот он смог К слову от команды Винстрайк Идут они пока без вижена Тем не менее просто в лес Забегают Скан у них тоже нет И на удаче могут ворваться Только разве что в Феникса Остальные В другой позиции Вот силу света пошли сканить И находят соперника Тут уже снова Вот ускар Все понял Но будут ли драться дальше Можно просто астралы отдать Как бы уйти с миром Да и так и делают Ну там очень хорошо среагировали На самом деле морфы И войд спирит Разошлись Акса хорошо прыгнул Агр дал Но там Ребята предвидели такой врыв А вот то что подставился еще Лодин Наверное не очень хорошо Поцепили его Но он баунтирун Собрал Да он одну баунтирун Взял Ну Я вот на самом деле Всегда задаюсь вопросом Насколько хорошо Разменять Ну вот разменяться Ради баунтируны Да С одной стороны Ты вроде 350 золота Зарабатываешь Противнику всего 280 Отдаешь Но это еще Экспа Тоже вот Такой вот момент Как вообще Конвертировать Экспириенс В валюту Скажем так Вопрос открытый Есть возможно Разные аспекты В зависимости от того Кто забрал Этот фраг Ну да Да Вот это все Тут можно Рассматривать В принципе Ребята заработали Заработали Значит феникс не так уж и плохо сыграл Как можно считать Если бы они только потеряли Там другой вопрос Ну да Снова бедолагу Астрала там Закрыли Он пытается ямечку как-то убить Но ему не позволят Этого сделать Однако дрэк продолжается Вкатывается морфин Хочет повоевать Превращается в эмбера Полетел феникс Супернова А можно нарезать Ватветочку Агрессив чайл Тоже лопается Уже разобрали Трех из них Два кора Побежали за дукалисом И морфин Их не отпускает Сирин чейн С превращенного И трипл Килл Для ТТК На секундочку Ну это то о чем я говорил Что появляется Вот яйцо феникса И Но получилось так Что фогос Особо сагрить Не смог толпу Но здесь Момент такой Что если Фогос не агрит То Драки Как таковой нет Потому что ямеча Пока что блинка еще нет Вот с появлением Блинка У Тини Еще Дополнительная какая-то Функция Начать Продолжить драку Появляется Пока что Эмбер спирит Он не фронтурный Фронтлейнер Он не может Стоять И драться Особенно против Марфа Там ДК И вот с пирита Как ему яйцо Бить тоже непонятно Мне вот немножко Войтспирит Против феникса Странным кажется И фурион Вот он Разве он может стоять И тоже спокойно драться Может с появлением БКБ Да Но скорее Нет Тоже Пробую здесь Найти сейчас Кстати Амкрату Но там Где 7 лейт И поехали Хаст еще На всякий случай Ну астрал Опять Однако здесь Телепорты На развороте Внезапно Агрессив чат Тут уже готово Это че Взн ван Станчик Здравствуйте Минус 1 есть Побежали дальше За вторым Дукальца тоже Можно остановить И симилейт разобрали Мимоходом Акса Как бы Мимоходом Акса разобрали Как вам такое Ну вот этих действия Не знаю Может они думали Что они сильные Оказалось Что не совсем Пока ждем Конечно То есть 5000 нутворцев Плюс для команды Немига Сейчас утекло И кому воевать Против этого морфинга Становится потихоньку Неясным Морфинга Монта 3000 на руках Это практически Material Blade Считайте Уже готов Это немного осталось 15 левел К слову Тоже есть 16 секунд действия Морф Взял себе Морф Ну вот так Вот он решил поступить Морф Взял себе Морф Бедно Аладдин Перевардил High ground Почекал позиции Сентри расставил Только сентри не сломали Пока еще Но Это не то чтобы Сильно критично Опс Вдовеск Чтобы можно было Спокойно дальше стоять И в спину Никто особо не вышел И в результате У команды Немига Все под контролем Да И не стоит забывать О том что у Морфа по моему После 25 Или 30 Минуты Там винрейт Возрастает Очень сильно Ну это чисто Статистика Как бы Но Тут мы видим Что пока что Даже вот сейчас Морфу ничего не могут Противопоставить Но вот у Ямича Есть блинк Винрейт возрос После 15 Здесь да Здесь пока что Все идет к тому Что именно так и будет Но уже Немига не боятся Идут сами Если раньше Нападали на них То теперь они Начинают дракон Агрессив чайлдер Практически моментально Его стирают Пытаются как-то Ответить Ямич в толпе В гуще событий Декафогос Неплохо Сагда двоих Снова Астрала Пытаются забрать Еле-еле с ним Справились Ну и вот Рейбл Без БКБ А БКБ Было Но нажимать его Нет смысла Потому что Его и так Разберут Вперед Трипл Килл Но это Развал кабинетов Это Развал кабинетов В исполнении Команды Немига Декафогос Здесь мансит Я боюсь Как бы здесь Не написали ГГ просто-напросто Сейчас После таких Файтов Потому что Действительно Получается Примерно ничего Последние Вот эти Пару минут И как возвращаться Непонятно Эмбер Эмбера сдувают То есть Там буквально Три удара Опять же Прилетает Фурион Вроде пожил Чуть подольше Но и Эта погода Сильно не сделала Но и Опять же Морфинг 17 левел 13 тысяч Золотых На кармане Тут самый Этевил Которого только что Вроде как не было Мы смотрели на 19 минуте Благодаря тем файту Он его себя добрал И далее Сатаник Как с ним драться Непонятно Тут еще Видишь Как получилось Что ямич запрыгнул И морф Превратился в тине Подошел Дал рассказ Вембера И тот Немножко Удивился Такому количеству Магического урона И даже Считываю Не спас Про каст морфа Про каст тине Про каст твой Спирита В общем Я не знаю Мне кажется Даже БКБшка Не поможет Эмбер Спириту Его уже И с руки Если что Убьют Спокойно Ну единственное Что поможет ему Сделать БКБшка Это уйти Ну это да Сбежать из драки Все Ну это 6500 Что у него Что у Акса Обгоняет их В этом моменте Уже Драгон Найт Который На старт Там немножко Просел Но в результате У него и блинк У него тебе и БКБ Практически в руках И он Просто нажимает форму Идет пушить Уже полезный Поэтому здесь Опасная Такая позиция Видели уже Сколько раз Его стана хватает Чтобы Эмбера Доработать Опять таки Вплотную Получается подходить Благодаря этому блинку Так что Надо Надо где-то Выискивать Окошко Чтобы справляться С этими героями Пытаться фармить Пока их вроде бы Выпускают Со своей базой Еще Но как долго Это продлится Когда ТТК получат Себе 20 И все закончится Или еще немножко Дольше поиграют Будем смотреть Ну не миги Некуда спешить Они фармят карту И наращивают преимущество Сейчас Зачоузенван Скорее всего Погибнет Ничего себе Но все-таки Подцепили его Я думаю С контроля Не выпустят Про каст Всех подряд Героев На реакции Все-таки Успел Донажать Немножко Но Там уже Их было 5 Если бы они пришли Вдвоем Шансы были бы Какие-то Еще у него Но будет месть Я так понимаю Нажимает Смоук И пробует Что-то придумать В принципе ТТК хватает Чтобы Убить практически Любого Но без Стана Дагонайта Пробует На других Врываться Кого еще Поймали Поймали Дукалис Дукалис Три удара От Этериал Блейд Еще Сверху А вот Эмбер Может Как-то Пока Уйти Отсюда Понимая Что Лучше Не Драться В этом Ключе Астрал Бежит За Крипом Убегает Крип Еще Поразведывает Немножко Но Не Страшно Но Виндстрайк Взяли Героев Посложнее Не Хотя Лена Исполнение Я так Понимаю Выиграть Потому Что У Немиги Герои Попроще Именно В Исполнение И Вот У них Все Очень Хорошо Получается Морф Мгновенно Убивает Там Атериал 80% Сносит Как бы Все И Дальше Делать Техники Рошан Рошан Не Стоился Аегис И Можно Дальше И Тихо Голомать Я думаю Им не Стоит Да Уже Тянуть Игру Просто Можно Пойти Затя На Хайграунд Ну Для Начала Снести Внешние Башни Там Как Уже Пойдет Ворвался Ямич Хотел Своровать Аегис Но В итоге С ним Очень Быстро Справляются Погибает Еще Дукалис Решил Среагировать Нашли Нашли И Прогнали Курьера Тоже Подрезали 23 Фраг Для Команды Немига И Можно Ити Аега Аега Для морфинга Не стали Рисковать Пытаться Войт Отдавать Но Можно Зато Теперь Морфингу Бегать На 800 ХП С Максимум Ловкости 300 Атаки Пока Он Там С Аегой Ничего Не боится Решили Отпушить Все-таки Нижнюю Линию Сверху Оставили Пока Что Без Внимания В центре Драка Да Чоузен Ван Поймали Но Здесь В этот раз Есть Поддержка И на Развороте Можно Неплохо Так не Кидать Морфинг Тоже Готов Но Тини Подтягивается Быстрее Да Чоузен Ван Ловит Дирио Приходит Феникс Пошла Супер Новая Силен Чейнс И Добить По последнему Дару Но Понимаю Что если Развернется Его Поймают Но Его Все равно Ловят Эммер Спирит Не Уходит Да Чоузен Ван Выживает На Сотни День Здоровья И Это Минус Два От Команды Немега Еще Раз Ничего Пока Что Не Я Не Знаю Мне Кажется Драфт Немножко Подвел Сумбурная Какая-то Игра Получилась Здесь Ну Что Подделать Бывает И Такое Поэтому Это И Бест Оф Три Чтобы На Второй Карте Подумать И Понять Где Была Проблема 13 26 Там Графики С 15 10 Минуты Начали Сыпаться Хотя Технически Должно Быть Наоборот При пике Команды Винстрайк Они Там Где-то 10 15 Минуты Должны Поднимать Поднимать И Потом Уже Допушивать Здесь Не Получилось Но Бывает Я думаю На второй Карте Они Учтут Что Не Так Просто Все Как Кажется Несмотря На То Что Вчера С OG Они Играли Действительно Очень Хорошо И Я Думаю Для Многих Фаворитами Являлись Винстрайк Сегодняшнюю Вот В этой Паре Но Пока Что Немига Первую Карту Забирает Свою Копилку Ну А мы Уйдем На Небольшой Перерыв И Перейдем Потом К Второй Карте Верно Выжить Друзья Не забывайте Что Для Зрителей Нашего Турнира По Промокоду AOS GAMING Можно Купить Монитор Со Скидкой 20% В официальном Интернет Магазине Так Что Переходите По Баннеру И Заказывайте Ну А мы Действительно Через 5 Минут Посмотрим На Вторую Карту И Что Нам Ответит Винстрайк На Эти Действия Немига Узнаем Совсем Скоро